Всем привет и сегодня покажу вам решение ошибки, которое связано с играми в Epic Games. Суть ошибки заключается в том, что под игрой, когда вы ее хотите допустим запустить, появляется знак восклицания и кнопка исправить. А когда вы ее просто запускаете, появляется такая ошибка установки и код ошибки IC309. При том, что с этой ошибки не хотелось бы переустанавливать игру, а также ее удалять. Сейчас я покажу вам, как это все можно легко решить. Просто нажимаете на кнопку ОК и приступаем к решению нашей проблемы. Ошибку мы с вами закрыли. Ну и чтобы решить данную проблему, достаточно просто сделать некоторые действия и не переустанавливать игру. Для начала просто выходите со своей учетной записи Epic Games, со своего лаунчера. С учетной записи мы вышли и теперь просто приступаем к решению нашей проблемы. Заходите туда, где вы устанавливали свою игру, с которой возникла данная проблема. В нашем случае это GTA 5. И выделяете все файлы игры. Так же самое, как и я на примере GTA 5. Нажимаете просто вырезать. Потом переходите на свой диск и просто создаете новую папку. Допустим, я назову ее «Закинуть в Epic Games». И просто сюда перемещаете свои файлы. Далее берете и удаляете ту самую папку GTA 5. Пустую, с которой мы вырезали файлы. После чего заходите обратно в Epic Games Launcher. И заходите в свою учетную запись. Далее мы видим, что у нас как бы уже кнопка «Исправить» пропала. Осталась кнопка «Только установить». Вы нажимаете на установку и указываете тот самый путь установки, который у нас был раньше. Просто нажимаете «Установить себе». Ждем пару секунд и когда появляется у нас кнопка «Установка», надо нажать на паузу. Потом возвращаемся в ту самую папку, где мы ее называли «Закинуть в Epic Games» на нашем диске. И выделяете все файлы, кроме верхней папки «Ексторы». Выделяете это все и нажимаете просто вырезать. Дальше заходите в тот самый путь, куда вы указывали только что установку игры с Epic Games. Папка «Гета 5». И там, где у нас находятся «Ексторы», просто вставляете себе РПФ архивы, которые мы вырезали. После того, как мы их переместили, просто это все закрываете и возвращаетесь обратно в Epic Games Launcher. Там, где у нас написана пауза, просто возобновляем установку. Начинается такая установка и просто потом нажимаете на три точки и отменяете свою установку. После отмены просто нажимаете «Продолжить». И видите, установка у нас уже прошла и теперь просто подойдет проверка до конца. То есть, установка у нас уже завершилась. Далее пройдет после этого небольшая проверка в течение нескольких минут. И после этого мы сможем игру успешно запустить. После проверки вы сможете просто сразу же запускать свою игру. И таким образом мы с вами решили эту проблему. Игра у нас после этого успешно запустилась, как видите. Я надеюсь, этот способ кому-то помог. И всегда подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Всего хорошего.